Здравствуйте, Станислав! Это видео про ваш объектив Телеар-Н с одуванчиком и два одуванчика. Вот как видите, одуванчик установлен. Он не мешает фокусировке на бесконечность. При работе с объективом ставите диафрагму на 22, совмещаете красную точку и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Очень аккуратно, чуть-чуть поджимаете внутрь и поворачиваете против часовой стрелки. Ну вот, смотрите, как видите, одуванчик работает. Диафрагма меняется от 3,5 до 22. Ставите камеру в режим AFS и режим приоритет диафрагмы. Диафрагма на объективе стоит 22, это автоматическое положение. Ставим здесь на объективе диафрагму 3,5. Смотрим видоискатель, убираем, например, центральную точку. Вот я фокусируюсь на бесконечность. Как слышите, ну, с советскими объективами всегда нужно экспокоррекцию использовать. Вот, пол кнопочки нажал. Слышите звуковой сигнал, загорается выбранная точка фокусировки. Пока нет фокуса, я не могу нажать кнопку затвора. И так, можно нажать полностью кнопку затвора. Вот, как видите, срабатывает затвор и появляется снимок. Также аккуратно и снимайте объектив с камеры. Нажали кнопку стопора, аккуратно повернули и подняли вверх. Вот, как видите, одуванчик целый, невредимый. Все контакты целые. Так, следующий одуванчик. Для вашего гранита. Запрограммировано от 4,5 до 22. И среднее фокусное расстояние я запрограммировал 135 мм. Кроме этого, как я вам говорил, одуванчик подпилен. С этой стороны, для того, чтобы он ровно сел на байонет. И, как я вам уже писал, использовать калибр для наклейки одуванчика не нужно. Ориентация на красную кнопку. И еще один одуванчик для Юпитер 37А. Немножечко не попал. Вот, как видите, тоже запрограммировано фокусное расстояние 135 мм. И диафрагмы от 3,5 до 22. Сейчас я этот одуванчик наклею на полочку. Все это упакую и отправлю вам спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok